У Apple есть айфоны, а что есть у Google? Чем может ответить корпорация добра? Сначала Google выпускала устройства совместно со сторонними производителями. Подробнее об этом мы рассказывали в эволюции Google Nexus. А что же сейчас? Сейчас у Google есть линейка устройств Pixel. Это не только смартфоны, но и ноутбуки, планшеты, наушники и даже беспроводные зарядные станции. В этом видео поговорим об эволюции смартфонов линейки Google Pixel. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста. У микрофона Антон. Поехали! Первый смартфон под брендом Pixel был представлен на специальном мероприятии 4 октября 2016 года. Новинка получила 5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Сердцем выступил процессор Qualcomm Snapdragon 821. Объем оперативной памяти 4 гигабайта, а встроенной 32 или 128 гигабайт без возможности расширения. Основная камера имела разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная 8. Из коробки Google Pixel работал на базе Android 7.1 Nougat. Одной из главных фишек стала камера. Этому Google уделила особое внимание, ведь по данным портала DXOMark смартфон Google Pixel набрал 89 баллов, что на то время было абсолютным рекордом. Вдобавок, покупая Google Pixel, вы получали неограниченное хранилище для ваших фото и видео в исходном виде в сервисе Google Photo. На задней части смартфона также располагался сканер отпечатков пальцев. Голосовой ассистент Google Assistant изначально было объявлено, что он будет доступен только на смартфонах Pixel, но позже он стал доступен и на других устройствах со свежими версиями операционной системы Android. Доступен смартфон был в трех цветах – черном, серебристом и синим. Все на том же мероприятии, помимо Google Pixel, нам показали и Google Pixel XL. Отличий от Google Pixel было два. Увеличенный 5,5-дюймовый дисплей и более емкий аккумулятор емкостью 3450 мАч. По всем же остальном это два идентичных смартфона. Ровно через год, 4 октября 2017 года, нам показали смартфон Google Pixel 2. Смартфон получил 5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Сердцем выступил процессор Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, встроенная 64 или 128 ГБ. Основная камера – 12 Мп, фронтальная – 8. Из коробки гаджет работал на базе Android 8.0 Oreo. Смартфон, следуя всем современным тенденциям, потерял 3,5-мм аудиоразъем. Появилась поддержка Always-On Display. Появилась сенсорная громкая Active Edge, которая определяет сжатие, добавили фронтальные стереодинамики. Появилась защита от пыли и влаги по стандарту IP67. По фото-возможностям смартфон стал лучше. В тесте DXOMark смартфон набрал 98 баллов. Цена 649 или 749 баксов в зависимости от объема встроенной памяти. Доступен Google Pixel 2 был в трех цветах – голубом, черном и белом. Как и годом ранее, в этом году история повторилась. Нам показали увеличенную версию смартфона – Google Pixel 2 XL. Смартфон отличался размером дисплея. Теперь это 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 на 1440 пикселей и емкостью аккумулятора 3520 мАч против 2700 в Google Pixel 2. Выложить за Google Pixel 2 XL приходилось 849 или 949 баксов в зависимости от версии. По цветам Google Pixel 2 XL был доступен в двух цветах – черном и белом. 9 октября 2018 года нам показали Google Pixel 3. Смартфон оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Сердцем смартфона выступает процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 4 гигабайта, встроенная 64 или 128 гигабайт. Сенсор основной камеры получил разрешение 12 мегапикселей, а вот фронтальная камера была представлена двумя сенсорами по 8 мегапикселей. Из коробки Google Pixel 3 работал на базе Android 9 Pie. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и поддержку беспроводной зарядки. Появилась технология SuperRes Zoom, позволяющая компенсировать потери качества фотографии при цифровом увеличении. Смартфон Google Pixel 3 доступен в следующих цветах – черном, розовом и белом. Цена от 799 долларов. Если сзади смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL выглядели одинаково, то спереди, помимо возросшей диагонали, появилась так называемая челка. И выглядит это, скажу честно, не очень. Выложить за Pixel 3 XL нужно было 899 или 999 долларов в зависимости от конфигурации. В мае 2019 года компания Google представила бюджетные решения – Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL. Google Pixel 3a получил дисплей диагональю 5,6 дюймов и разрешением 2220 на 1080 пикселей. Процессор Snapdragon 670, объем оперативной памяти – 4 гигабайта, встроенный – 64. Основная камера получила разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная – 8. Из коробки смартфон работает на базе Android 9 Pie. Основной особенностью этого смартфона стала камера – она точно такая же, как и в Google Pixel 3. Помимо Google Pixel 3a был показан и его увеличенный вариант – Google Pixel 3a XL. Его диагональ составила 6 дюймов, а разрешение 2160 на 1080 точек. Есть сжимаемые грани Active Edge, есть сканер отпечатков пальцев на задней панели. А вот чего нет, так это влагозащиты и беспроводной зарядки. Доступны смартфоны в трех цветах – белом, черном и фиолетовом. Цена – 399 долларов и 479 долларов за Pixel 3a и Pixel 3a XL соответственно. 15 октября 2019 года нам показали Google Pixel 4. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Сердцем выступил флагманский чип Snapdragon 855. Объем оперативной памяти – 6 гигабайт, встроенной 64 или 128 гигабайт. Основная камера получила два сенсора – широкоугольный 12-мегапиксельный и 16-мегапиксельный телефото. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Из коробки гаджет работает на базе Android 10. Впервые в смартфонах Google используется тройная основная камера. Она размещена в квадратном модуле, который состоит из основного 12-мегапиксельного датчика изображения, вспомогательного 16-мегапиксельного телефото датчика с оптической и цифровой стабилизацией, а также сенсора глубины. Новинки были оснащены нейронным процессором Pixel Neural Core, который помогает камере обрабатывать HDR Plus в режиме реального времени. Смартфон также имеет вырез в верхней части экрана. Там установлены сенсоры для управления смартфоном при помощи жестов. Пользователь может взмахом руки переключать музыку, изменять громкость и прочее. Также в этой челке расположен динамик и датчик распознавания лиц. Защита от пыли и влаги по стандарту IP68 и поддержка беспроводной зарядки присутствуют. За базовую модель Pixel 4 с 64 гигабайтами флэш-памяти придется отдать 799 долларов. За версию со 128 гигабайтами флэш-памяти 899 баксов. Разумеется, без XL-версии никуда. Она отличалась увеличенным и более качественным 6,3-дюймовым дисплеем. Во всем же остальном устройство идентичны. Google Pixel 4 XL с 64 гигабайтами обойдется в 899 долларов, а за 128 гигабайт 999 баксов. 3 августа 2020 года нам показали Google Pixel 4A. Смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Сердцем смартфона выступает процессор Snapdragon 730. Объем оперативной памяти 6 гигабайт. Встроены 128. Pixel 4A получил точно такой же модуль камеры, как и Pixel 4. Это 12-мегапиксельный сенсор со светосилой f1.7. Фазовым автофокусом, оптической и электронной стабилизацией. Фронтальная камера не изменилась, все те же 8 мегапикселей. Операционная система Android 10. Корпус устройства сделан из пластика. На лицевой стороне установлено Gorilla Glass 3. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке. Аккумулятор емкостью 3140 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Просят за Google Pixel 4A 349 долларов. 30 сентября 2020 года компания Google представила смартфон Google Pixel 5. Смартфон получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Есть поддержка Always-On Display, Now Playing, технологии HDR. Частота обновления составляет 90 Гц. Игра прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. В качестве аппаратной платформы используется чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Оперативной памяти 8 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Основная камера получила два сенсора – 12-мегапиксельный ширик и 16-мегапиксельный ультраширик. Фронтальная камера – 8 мегапикселей. Из коробки гаджет работает на базе Android 11. Поддерживается 18-ваттная проводная зарядка, 12-ваттная беспроводная зарядка и реверсивная зарядка. Есть стереодинамики, чип Titan M, сканер отпечатков пальцев и защита влаги по стандарту IPX8. Pixel 5 доступен в черном цвете. А также новой расцветки Sota Sage. Стоимость составляет 699 долларов. Вместе с Google Pixel 5 нам показали и Google Pixel 4a 5G. Диагональ OLED-дисплея составляет 6,2 дюйма. Есть поддержка Always-On Display, HDR, No-Plane. Частота обновления – 60 Гц. Здесь установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Оперативной памяти доступно 6 ГБ, встроенной 128 ГБ. Основная и фронтальная камеры в Pixel 4a 5G аналогичны Pixel 5. Да и в целом отличие заключается лишь в емкости аккумулятора – 3885 мАч, отсутствии беспроводной зарядки и отсутствии влагозащиты. Зато у Pixel 4a 5G есть 3,5-мм аудиоразъем, как у Pixel 4a. Из коробки гаджет работает на базе Android 11. Эти несколько нюансов снизили цену Pixel 4a 5G на 200 баксов. Таким образом, смартфон предлагается за 499 долларов. Доступны две расцветки – Just Black и Clearly White. 17 августа 2021 года компания Google представила новый смартфон – Google Pixel 5a 5G. Новинка получила 6,34-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 точек и частотой обновления 60 Гц. Сердцем смартфона выступил процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, объем встроенной – 128 ГБ. Основная камера оснащена двумя сенсорами на 12 и 16 Мп, а в вырезе в левом углу экрана расположена фронтальная 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Из коробки гаджет работает на базе Android 11. Новинка получила алюминиевый корпус, защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, аккумулятор емкостью 4680 мАч. Приятным бонусом стоит отметить наличие 3,5-мм аудиоразъема и поддержку 18-ваттной зарядки. А вот беспроводную зарядку Google Pixel 5a 5G не поддерживает. Просят за новинку 450 долларов. Что касается цветов, то выбор тут абсолютно никакой. Ведь смартфон продается только в одном цвете – Mostly Black. 19 октября 2021 года нам показали невероятный смартфон в интересном дизайне – Google Pixel 6. Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления до 90 Гц. К сердцем выступил процессор собственного производства – Google Tensor. Объем оперативной памяти – 8 ГБ. Объем встроенной 128 или 256 ГБ. Основная камера имеет два сенсора – 50-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Из коробки гаджет работает на базе Android 12. Главная инновация – это процессор собственной разработки – Tensor. По заявлению производителя, благодаря этому Pixel 6 стал на 80% производительнее своего предшественника. А еще он получил продвинутые функции искусственного интеллекта и соп-процессор безопасности Titan M2. Появилось несколько программных решений – Magic Eraser, Motion Mode, Face Unblur и Real Tone для правильного тонирования кожи. Также стоит отметить подэкраны сканер отпечатков пальцев. Цена на Pixel 6 стартует с отметки 599 долларов за версию с 128 ГБ памяти и 699 долларов за версию с 256 ГБ памяти. По цветам их три – Stormy Black, Kinda Coral и Sota Seastorm. Традиционно вместе с флагманским смартфоном показали и его увеличенную версию. Смартфон получил изогнутый дисплей с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления от 10 до 120 Гц. Также тут больше оперативной памяти – 12 ГБ. Есть версия с 512 ГБ хранилищем, а сенсоров основной камеры – 3, а не 2. Тут присутствует 48-мегапиксельный сенсор, который позволяет делать снимки с 4-кратным оптическим увеличением. Цена – 899, 999 и 1099 долларов в зависимости от выбранного объема встроенного хранилища. Цветов доступно три – Stormy Black, Cloudy White и Sota Sunny. Вот такой вот интересный и местами странный путь прошла компания Google. Мы рассказали о самых интересных и значимых деталях. Но если что-то пропустили, то можете обязательно написать об этом в комментариях. А пользовались или пользуетесь ли вы гаджетами Google Pixel? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью… Ой, да зачем я вообще это постоянно и постоянно повторяю с выпуска в выпуск? Никто же не смотрит концовку. Да и вы сами знаете, что делать. Подписка, лайк, колокольчик, в общем, в курсе. А самые актуальные новости можете найти в нашем телеграм-канале. У микрофона был андроид, вы были на канале мемов и приколов. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok